Вот мама мне всегда говорила, Олег, мой после гречки тарелки сразу, иначе никогда уже не отмоешь. Нет, ребята, я это не слушал и не слушаю. Сейчас скорее ее отдерешь, эту гречку от тарелки. Вечер томный. Сегодня, ребята, вы, правда, это видео увидите немножко позже. Десятое число, сегодня день города Москвы. Сколько? 780... 875 лет, да. Вот когда-то колесо обозрения старое стояло с правой стороны, посвященное 850-летию. Его снес Себянин, и он хотел всех горожан удивить колесом обозрения в день города, которое будет украшать столицу и приносить доход муниципалитету, либо арендатору, либо собственнику этого колеса. Но сегодня вечер, суббота, 10 число. Праздник. Людей куча, машин куча. Прорекламировали это колесо обозрения вдоль и поперек, как только можно. Но это полный провал, ребята. Вчера мы шли уже, не работала подсветка, половина. И сейчас, как вы видите, видите, только правая часть немножко светится. И колесо обозрения не крутится. Это полнейший провал Себянинскому управлению и ценовой политике. Представляете, вот если бы они его запустили, они его несколько раз тестировали, и с людьми, еще бы, эта фигня остановилась. Причем у них и сайт официальный так же перестал работать. Идем городом Москва с работающим колесом обозрения. Или без него. Так рекламировали, и все, короче, просто в провал. Но еще раз повторюсь, в видео это увидите, наверное, 12, ну вот этот вот кусочек, вы увидите 12 числа. Потому что мы до этого немножко побольше засняли. Так получилось, просто там большие видео были, мы их так разделили. Поэтому чуть-чуть видео будет, вот этот кусок с опозданием. Смотрите, как Надя мне хорошо покрасила бороду еще. Вот этой седины теперь не видно. Видите? И брови стали более-менее ровными. Вот такая московская карусель получилась на день города. Ну, город живет дальше, город живет своей жизнью. Кстати, было написано, что все-таки в интернете, мы потом дома, когда пришли, было написано, что действительно люди застряли на этом карусе обозрения. Кто-то успел даже там сыграть свадьбу, но люди застряли на высоте вот этих вот там сколько-то километров над землей и ждали, когда их спустят вниз. И, к сожалению, так он, этот аттракционный не работает. Вот. Ну, влог пойдет дальше. Я просто вначале самому хочу сказать огромнейшее спасибо всем новым подписчикам, всем, кто пишет, кто комментирует, кто участвует. Вот вижу, что потихонечку мы приближаемся к трем тысячам подписчикам. И я надеюсь, что я в этом видео уже сейчас дальше сказал, что как там лечусь и все остальное. Ну, в общем, это дальше увидите. Такой немножко влог. Лайтовый совсем дома. В кофтах, водолазках. Практически, знаете, ну, холодно. Невозможно, не знаю, включили у вас отопление дома или нет. У нас, к сожалению, пока еще нет. Ну, вроде обещали с 12-го числа, что ли, по Москве давать. Ну, как обычно, сначала где-то в детских учреждениях, в школах, в больницах дадут. Потом уже только начнут давать по городу в жилые дома. Так вот, я хочу сказать, что новые подписчики появились. Мне очень нравится, когда есть очень смешные, адекватные комментарии. Иногда нет. Но хочу сразу сказать, что придерживайтесь, пожалуйста, правилам сообщества. Не нарушайте их, не материтесь. Потому что некоторые сообщения у YouTube сразу банят. Я их не вижу. Вижу только сообщения, что кто-то как будто бы написал. А захожу, сообщений не бывает. Значит, где-то что-то вы нарушили. Либо отправили ссылку в комментариях, либо написали какие-то матершинные слова. Google, кстати, это сейчас не авторы делают. 90% Google самостоятельно следит за всеми этими нарушениями правил сообщества. Поэтому ознакомьтесь с ними и пишите корректные, правильные комментарии, выражая свои какие-то эмоции. Ну так вот, появилась здесь, значит, еще одна новая женщина. Вы на меня сразу не обижайтесь. Потому что, как вы комментируете меня, смотрите со стороны, так и я хочу уделить вам немножечко внимание по этому поводу. Вот новая девушка появилась. Я вам в двух словах тут выписал некоторые ее комментарии. Хочу сказать. Во-первых, я хочу сначала ответить на та, либо более свои уже давние знакомые. мои землячки, вот, и все вы. Да вы друг друга все знаете, кто что рассказываю, сейчас знаете, описываю. Вы все друг друга знаете. Кто постоянно со мной, кто девчонки, парни, кто здесь комментирует, вы все уже друг друга знаете. Молодцы, что где-то друг к другу там что-то отвечаете, общаетесь. Это очень даже хорошо. Помимо меня. Потому что я так вот прочитываю комментарии, кто где-то там с кем-то. Мне прямо это радует. Ну, Наташа тут написала, что Паше повезло, что у меня, значит, что я люблю готовить. Я хочу сказать, что это одно из моих любимых хобби еще с детства. Я учился ее маме. Маме огромнейшее спасибо, что она меня научила делать соленья, варенья, какие-то блюда. И маминой бабушке спасибо, и папиной маме спасибо. Маминой маме. Ну, в общем, моим бабушкам спасибо. Потому что и папа мой тоже что-то готовит. Там рыбу очень вкусно делает, и дичь готовит вкусно. И все это, конечно, привило мне искусство кулинарии. И поэтому готовлю. А потом уже, когда поступил в институт, в Академию культуры, конечно же, в общежитии эти навыки просто приумножились. Потом приобретал каких-то знакомых на теплоходах, как правильно, на что готовить. Я имею в виду поваров. Где-то, например, не умел никогда не готовить тесто дрожжевое. И никогда не получали с булочки, всякие типышки. Вот у Паши мама замечательно печет всю эту выпечку, делает. Она мне дала свой тайный секрет. Вот так вот на бумажечке мы с ней записали. Я переписал ее в свою книгу кулинарную в домашнюю. И два рецепта. Бомбические булочки получают всякие шанишки из этого теста. Поэтому это все просто обрастаешься. Точно так же, как написание книг или еще что-то. Это просто мое хобби. И Паше действительно повезло, что он живет со мной. И вот так вот мы с ним подружились. Хочу еще там ответить. Спрашиваю, кто Паша, кто Паша. Паша мой друг. Друг, с которым мы уже живем столько лет. Столько дружим. В Москве понятно, что вдвоем легче выживать и жить. Но мы настолько уже друг друга знаем. Настолько друг друга. Вот как братья действительно кто-то написал. Что я старше, он младше. И постоянно от меня получают пиздячек. Не волнуйтесь. Он точно так же умеет отдавать возвратки. Иногда бывает посильнее. Мне дает, чем я. Наши родители друг друга знают. Мы знакомы очень давно. И родители между собой общаются. Подарки, посылки. Какие-то сувениры. Что-то друг друга постоянно передают. Поэтому такая глупая вопрос. Я понимаю, что это новые зрители. Вообще, мне кажется, это настолько некомпетентно, настолько некультурно спрашивать у взрослого человека. А кто это? А что? Ну, какая разница? Вам нравится контент? Смотрите. Не нравится? Не смотрите. Вот все. Ну, я на это не обижаюсь. Все-таки взрослый человек. Но так дальше про Наташу бабулю я сказал. Новая девушка. Ленок Чаббей. Чаббей, по-моему, так. Если я правильно прочитал. Мне уж извините, если что, я ошибся. Поэтому вы на меня не обижайтесь. Сейчас я вас немножечко покритикую. Потому что была вам здесь одна такая, парочку там. Все мы ее вспоминаем. Как женщину неадекватную в наших комментариях. Их две было. Одну, вот точно помню, как ее звали. Тетя Мотя. А вторая тоже как-то точно такая же. Которая все давала советы. Как мне нужно жить. Мужику, которому 40 лет. И парню, грубо говоря, да. Ну, в общем, мужикам, кому за 35, кому за около 40, дает рекомендации, как нужно одеваться. Я сразу так пожалел. Думаю, если у нее есть муж, я. Если у нее есть дети. Как представляю, как им трудно живется с ней. Ну, в общем, отчепились и те, и другие. Ну, и на место нее появилась Ленок Чабай. Я понимаю, что это, наверное, Чабей. А, наверное, все-таки не со зла пишите. Я все эти комментарии нормально читаю, прочитываю. Но я немножко с вами не соглашусь, знаете, с таким моментом. Вот вы написали первый комментарий. Типа, Олег, вы прямо как девушка любите сладко. Если что, я где-то здесь комментарий какие найду, я сюда прикреплю. Вот этот комментарий, по-моему, точно есть. Я его отскриншотил. Ну, какой-то странный комментарий. А что, сладкое любят только девушки? Вот для меня это очень странно. У меня папа сладкое любит. Я знаю, что вот у Ирины Меловой, Вася, он просто сладкое обожает. Он просто душу может продать. Но когда в магазин как-то вместе ездили, он коробками брал всякие печеньки, печенюшки, конфетки. Паша, он в тысячу раз больше любит сладкого, чем я. Я больше все-таки люблю что-то соленое, типа огурцы маринованные, помидоры. Я больше мясоед, чем по сладостям. Паша любит больше сладости, макароны и всякие изделия, каши. Он больше, так скажем, к зелени, типа как вегана что-то. Ну вот, поэтому как-то вот с одной позиции. Ну и вообще писать, что значит, Олег, вы прямо как девушка. Кстати, когда в сравнении пишите, в следующий раз нужно запятую перед как ставить. Извините за такую учебу, но вы меня учите, и я вас буду учить тогда. В сравнениях в русском языке, когда перед как ставится запятая. В сравнениях, если пишете солнце как луна, запятая. Или, допустим, вы пишете, вы, Олег, как девушка, вы мне сравниваете с кем-то. В сравнениях как, перед как ставится запятая. Запомните, это раз навсегда, это правило пятого класса. Вот, ну это для меня, конечно, очень странно казалось, но я вот ответил вам на вопрос. Я медсестра, а вот значит, я говорил там про поле чудес, помните, в каком-то из блогов. Что в Мукбанке, что очень много людей, они работают не по профессии. Потому что, к сожалению, не могут попасть в какую-то сферу деятельности. Обучились, когда после института, академии. Либо когда человек заболел, было сокращение, либо по возрасту не подходит. Ну вот я Лене ответил, она написала, что я со стажем в 30 или 45 лет, значит, работаю. Значит, эти люди не профессионалы, значит, они... И все, значит, о себе как-то сравнивают. Знаете, это просто неприлично, когда постоянно о себе говорите. Говорите в общем, вы настолько, как будто вы знаете жизнь людей, окружающих вас. Жизнь мою, другого человека, того же самого машиниста, электропоезда, летчика, учительницы, бухгалтера, либо швеемотористки, еще почему-то они с высшим образованием, там, не знаю, кого-то пошли работать дворниками, либо лифтерами, или еще кем-то. Вы же не знаете жизненной ситуации, вы как будто живете в совершенно другом пространстве и времени. Вы работаете 45 лет медсестрой, молодцы, что работаете. У меня тоже много знакомых, которые до сих пор работают, как и я, только я не работал ни дня по медицине, а мои вот коллеги работают до сих пор. Кто-то акушеркой, кто-то гинекологом, кто-то пошел высшее образование заканчивать, кто-то работает медсестрой, вот, например, как у меня Ирина Устюгова, но я знаю ее 100%, я знаю, что она настолько преданна своему делу человек, что она придет на помощь, она не будет ни спать, ни есть, и приходить и работать. Но вот для меня вопрос только в 45 лет, если вы стажем работаете медсестрой, мне хочется почитать ваши отзывы о вас, потому что в большинстве случаев в таких профессиях, я сам там работал, когда был на практике, я знаю, что такое выгорание, самое главное в медицинских работниках, когда человек без сочувствия относится к больному, хотя по клятве Гиппократа мы должны не спать, не есть, отдавать себя полностью больному, для того, чтобы он выздоровел, а не наоборот. Но в большинстве случаев мы все знаем, когда мы приходим в поликлинику, даже в платную, что медицинские работники чаще всего выгоревшие, даже буквально там 10 лет проработав после института, после академии, люди становятся абсолютно лояльными к своей работе, и лояльными к клятве Гиппократа и относиться к этому как-то так все, знаете, простенько. Поэтому, вы знаете, не нужно говорить от сумы, от тюрьмы, как говорится, не отрекаться, просто мы вас не знаем, я вас не знаю, но я бы с удовольствием посмотрел, как вы работаете со стороны, я бы хотел посмотреть и почитать ваши отзывы, что пишут про вас больные, насколько вы хороший медицинский работник, медсестра. Вот, и, кстати, еще единственное, что хочу сказать, наверное, вы писали комментарии про то, что, значит, там аквалор можно принимать, нельзя принимать, брызгать в нос, там отит от него и все остальное. Я очень хочу сказать, что ни один медицинский работник, вы знаете, да, есть такой в клятве Гиппократа, есть слово «не навреди». Так вот, вы сейчас занимаетесь не тем, чем вам нужно. Не навредить – это не давать совет, если вы 100% не знаете. Вы не узкий специалист, вы не работаете высшим профессиональным врачом, вы не лор-врач, вы не можете давать рекомендации, вы не проходите каждый раз аттестации, вы не проходите в повышении квалификации, в каких-то лечебных учреждениях, не проходите какие-то, не слушаете дополнительные лекции о лекарственных веществах или еще о чем-то. Поэтому говорить и давать советы, это как бы, знаете, ну, тем более с профессиональной точки зрения, я считаю, что это неправильно. Я абсолютно адекватно прислушался, к самом деле, к мнению людей, которые говорили там, где-то гвоздикой полоскать, где-то содой, где-то рассасывать соль, где-то там йодом полоскать, люголем. Очень много было интересных советов, которые, может быть, конечно, я все не применю, но они у меня вот здесь осели. То есть я в следующий раз буду понимать, если вдруг где-то что-то, то я могу это, это, это подручными средствами что-то сделать. Но когда профессионал, человек, говорит о том, что я работаю 45 лет медсестрой, но давать руководство по работе, по лекарственным средствам узкого специалиста высшего, высшей квалификации лора, что вы лор, а завтра вы будете гинеколог, а потом и хирург, нельзя заниматься вот такими непрофессиональными делами, вот, вы залечите просто человека. Я сам знаю, что это такое, да, на примерах, когда меня точно так же другие, якобы медсестры, либо врачи говорили, что все плохо, нужно срочно антибиотик, нужно срочно это, а на самом деле, знаете, лучше не давать совет, лучше просто промолчать. Знаете, вот я всегда это говорю, Лёс Керл, Алиса в стране чудес. Знаете, сколько одно слово стоит? 6 фунтов, 3 пенса, поэтому лучше промолчать. Поэтому давать советы, что вы медсестра, вы можете сказать, как правильно поставить укол, действовать в своих нормативных актах, не знаю, как сказать, нормативных действиях, то, чем вы занимаетесь. Поставить укол в пятую точку ягодичную, да, как его самостоятельно можно поставить, как можно поставить укол в плечо, в предплечье, как это ставится, да, там, не знаю, а что еще медсестра может быть там делать, как забирается кровь, как собрать мочу, лекал или еще что-то. Я нисколько вас не приунижаю, я просто говорю о том, что нужно заниматься и давать советы, по крайней мере, то, чем вы занимаетесь, а не на слуху, что вот где-то там вы поработали у лора, что-то услышали, что-то сказали, потом и у хирурга поработали, медсестрой, либо вы где-то в поликлинике в какой-то работаете у терапевта, как медсестра, либо вы в какой-то, в каком-то отделении работаете, в лор даже, в лоре, если вы работаете в отделении, но это все у вас на слуху, вы не врач, чтобы давать такие советы. Я наблюдаюсь у врача, если мне врач сказал, что можно пользоваться аквалором, но не заливать и не закидывать голову назад, нельзя это делать лежа, чтобы вода не затекала как раз все в пазухи, в ушные отверстия и все остальное, чтобы не образовывался отит, то человек сразу сказал врач, это делается строго вертикально, и голова не закидывается, в нос вставляется аквалор прямо, нажимается, орошается, и тут же самое сразу все это выливается, выливается либо обратно через нос, либо через носоглотку, через рот. Поэтому мне иногда кажется, что я закончил медицинское образование в 2000 году, и мне кажется иногда, что я вот как-то грамотнее бываю от тех людей, которые работают сейчас до сих пор в медицинском учреждении. Интересно просто, проходите ли вы в дополнительные какие-то учреждениях, не только подтверждение своей квалификации, но и повышение квалификации, мне это просто очень интересно, не только нужно перейти из стеклянных шприцов, которые раньше кипятились в боксах специальных, да, проходили стерилизацию, но, наверное, все-таки нужно перейти на пластиковые иглы с 5-кубовых, чтобы жопу окончательно не прокалывать в 3-кубовых, хотя там иглы одинаковые, и конюльку вставлять в 5-кубовых, я прекрасно знаю, когда я прихожу, медсестра мне говорит, в мышцу ставится только 5-кубовый шприц, чтобы вот до конца проникало, но, хочу, вы сами знаете, 5-кубовый шприц это такой, и до конца конюлька не вводится, если ты ставишь 2-кубовый или 3-кубовый иглой, то игла вставляется до конца конюльки, вставляется там какой-то миллиметр, поэтому я все это прекрасно проходил, все это прекрасно знаю, увлечать меня в том, что я не имею никакого медицинского образования, абсолютно бессмысленно. продолжайте смотреть влог, пиздячки раздал, надеюсь, вы не обидитесь, вы меня критикуете, ну и мне дайте вас покритиковать, я очень люблю это делать, особенно, когда меня задевает, вот прямо вот так вот, блядь, в эфире, чтобы все слышали сразу же, потому что кто-то же не перечитывает наши с вами переписки, комментарии, теперь будут знать, у вас, кстати, на ютюбе канале есть очень потрясающие танцы, 5 видео, может быть, тот зайдет и посмотрит. Ну, так скажем, взамен моих вам пиздячек ответных, маленькая реклама в вашем канале, может, кто-то действительно зайдет и вас поддержит. Всем привет, буду с вами немножко тихо говорить, поэтому прислушивайтесь. Вообще нужен голосовой покой, как мне врачи сказали, сильно громко не говорить, ну и в любом случае, когда я громко начинаю говорить, начинает сипнуть голос, и от этого еще сильнее начинает болеть горло. Горло до сих пор болит. Почитали, что у меня, что такое, ларинкит, по-моему, воспаление глотки. Воспаление глотки, ее практически ничем не лечат, только полосканием, еще какой-то херней. Ну, брызгать в горло. И болит оно, может болеть до двух недель. Короче, ну, у меня, конечно, горло болело, но чтобы так, это, конечно, трэш, ребята, что ты не можешь ни вздохнуть, ни пернуть, не можешь ни спать, ни есть. Просто ощущение, что тебя вот это вот вместо сковывает, вот как вот в рекламах показывают, да, там, как это называется, колючая проволока, вот так вот по кругу. Вот так оно и есть. Ощущение, что как будто раздывается гланда с двух сторон, то зев как будто бы раздувается, и ты просто глотнуть не можешь. Не знаю, короче. Ну, нужно было, конечно, мне еще к одному врачу записаться, вот им польский, про которого я говорил, ну, у него график какой-то странный, неудобный, я под него не попадаю. У него график пятница, суббота, воскресенье, понедельник. И сегодня у него запись, запись уже нет. Вторник, всегда четверг, получается, четыре. Ну, все, у меня не состыковка с ним. Ну, вот не знаю, завтра выходной. Паша сказал, что какую-то врачиху еще нашел, которая по отзывам неплохая, тоже в чудо-докторе. Вот, может быть, мы до нее завтра доползем. Вот, поэтому спасибо большое, кто рекомендует, там, что пишите, что нужно пить, как горло полоскать, и все остальное. Я прямо вам очень сильно благодарен. Поэтому, что, ну, самое главное, что переживаете, что не остаетесь в стороне, что активны. Ну, и спасибо всем большое, что прямо вижу, что по чуть-чуть, по чуть-чуть, но подписывайтесь, что мы скоро подойдем к трем тысячам подписчикам. Надеюсь, что к этому моменту я уже выздоровлю. Потому что все-таки как-то хочется встать на ноги. Общее состояние, по сути дела, оно неплохое. Оно портится только тогда, когда вот это вот все просто сковывает, и просто невозможно даже слюну склоткнуть, не говоря уже про еду. Вот. Поэтому, короче, тут еще заявка на помидоры на 25 банок пришла. От Нади, от нашей соседки. Я не знаю, вот. Буду готовить ей. Она должна купить. Хотя я могу сам, конечно, купить под ключ, все сделать. Вот. Но говорит, что не могла найти помидоры какие-то там, то, что нужно было. Все были плохие. Вот нужно, говорит, ехать на рынок. Поэтому, если съедет, вот буду делать по заказу 25 банок помидоров. 20-25, она говорит, я хочу. Но только я у меня вот вопрос. Вчера я лежу вечером, уже и думаю, а с каких? Паша тоже спросил, говорит, а каких литровых? Говорит, либо трех литровых банок. Ну, в общем, дело бытовухи. Дома сегодня холодно. Мы должны были сегодня с нашей соседкой, с Мариной, которая смотрела за кошками, ехать во второй половине дня ловить кошку, которая где-то вот на Ярославской, на Ярославском шоссе. Она здесь, ну, с проспекта Мира съезжаешь. Там дальше проспект Мира переходит Ярославское шоссе. И сейчас она мне утром написала, что поездка отменяется, потому что кошка родила. Вот, поэтому все отменяется, никуда не едем. Ну, буду сидеть дома. Такая, видите, сырая погода, мокрая. Ну, дождика вроде так такого нет, но тоже, блин, осень есть осень, конечно. Мои клуни спят. Одна тут. Другая там. Нос спрятала. Марусь. Марусенька. Маруся. Что скажи, надо? Они по мне все утром мнутся, где-то с полпятого, а потом, значит, ложатся спать. Достали эту штуку увлажнять воздух, потому что говорят, что еще горло может сушиться. Ощущение сухости вот как раз из-за того, что в квартире сухо. Ну, хотя на улице дождь, явно, что влажность-то немаленькая. Я вчера еще, знаете, что делал? У меня было время свободное. Сейчас я это хочу заморозить. О, я сегодня встал, короче, вот такой таркан здесь сидит. Прямо вот здесь. Он даже след остался, я его тут прибил просто. Я сначала понять не мог. Ну, как бы, утром одеваемся. Я смотрю, сидит такая херня просто. Вот такая. Сначала не понял, думаю, что это такое. Думал, как рисунок, что ли, на обоинах издалека. А он, видимо, зараза из этой штуки, потому что я его сначала хотел тут прибить. Он сразу раз туда наверх побежал. Надо там как чем-то закрывать, что ли. Хотя там сетка стоит, но просто она, видимо, старая уже, надо ее... Может, она как-то сдвинулась. Вот такой таракан, вот с такими вот усами. Представляете? Откуда-то пришел, зараза. Вот они изредка, изредка, но бывают тараканы. А самое главное, они появляются, знаете, когда я уже как-то в одном из логовых говорил. Вот как только появляется объявление на дверях на входных подъезде, что проводим санобработку от тараканов, клопов, вот какого-то это вот. И сразу появляются тараканы. И наша соседка даже говорила, что видела несколько раз, что приходят, просто, видимо, подбрасывают, или где-то в интернете это видела, подбрасывают просто эти штуки. Вот эти штуки, которых я утром обнаружил. Специально просто, чтобы заказы были. Я вчера руки покоя не давали. Я вчера напек столько блинов, вот столько, большую кучу. Ну, это я не знаю, как вам видно, не видно, но, в общем, тут их целая стопа. здесь у меня блинчики с пюре и с жареным луком. Это я сейчас буду есть. И с творогом. Ну, конечно, это все я не съем. Для чего я это сделал? Я, короче, сделал для заморозки. Я сейчас просто вот это выложу на доску, чуть-чуть припылию ее чем-нибудь крахмалом, либо мукой и уберу в заморозку на доске. У меня такие пластмассовые доски есть. Вот я их сейчас выложу и положу в заморозку. Потом они заморозятся, а их по пакетикам. И потом в микроволновку и готово. Можно ужинать либо завтракать. Вот уже муку достал и вспомнил лайфхак с тиктока. Просто может быть кто-то вы написали бы делали вы так или нет. Просто доску на пакет пакет на доску одеваете и выкладываете уже готовую продукцию. Но если кто не знал вот так вот может сделать. И другой пакетик мы сейчас просто сверху накроем и все. И мука не понадобилась. Вот так у меня получилось. Я не знаю делайте вот так не делайте. Я, кстати, никогда блинчики не замораживал но решил это сделать после того ну вот вкусивил наберем блинчики замороженные они же там готовы только микробоновку оставим. Поэтому я решил тоже это сделать попробовать по крайней мере все готовое. Сейчас мы куда-нибудь так поставим попробуем. и вторую сейчас вторую я просто вчера целое ведро развел от их блинов у меня так много получилось я просто думал что давно не делаю груз мукой то давно не дружу и сделал что-то много положил а я еще это знаете как делаю я сначала сухие ингредиенты смешиваю потом молоко заливаю и у меня получилось что много густая еще отстаиваю то есть я сначала развожу блинную смесь блинную смесь развожу потом ей даю постоять минут 15 даже 20 иногда полчаса она у меня стоит выделяется клейковина и мука ну то есть вот эта вот сама смесь блинная она становится густая я не люблю когда густые блины я люблю чтобы пожиже были потоньше блинчики вот я еще водой разбавляю еще размешиваю потом через какое-то время потом через какое-то время еще я трогаю ну как бы мешаю половником этот смесь смотрю она еще закустела потому что еще клейковина выделилась ну только я вчера там три раза развел у меня целая бадья получилось этой смеси ну не выливать же ее целая вот эта миска нижняя полная представляете вот я ее вчера тут жарил работал одним глазом и жарил и что-то как-то сначала жарилась жарилась потом раз и перестала жариться подпекаться почему-то не знаю почему видите сейчас в холодильник уберу блинчики вот эти простые потому что смысл их замораживать я думаю что нет надо будет что-то с ними сделать либо придумать чем начинить я бы с капустой сделал бы жареный но вот Паше нельзя капусту сейчас к сожалению нельзя капусту нельзя ягоды там где есть семечки а семечки в ягодах практически везде есть возможно только если какой-то джим покупать типа яблочного пюре либо еще что-то орехи ему тоже нельзя поэтому кстати такие штуки прикольные купил места риса вот сейчас у Бориллы появился вот такой резон на самом деле это просто обыкновенная паста обыкновенная гармишель но просто вот она сделана в виде риса это мы нашли в глобусе очень прикольная штука кстати у кого есть глобус зайдите купите но стоят они сто тридцать девять рублей что ли вот такая пачка но я хочу сказать что сейчас простая пачка Бориллы она стоит тоже около 100 рублей такие мне нравятся еще купили вот такие маленькие мини пина регата очень мне нравятся они форма но вообще мне нравятся больше всего ракушки поэтому купили вот такие пасты вот эти ни разу не брали мини ну в смысле пина регата брали форму а мини вот они появились и вот это вообще ни разу не видел вот они тоже там еще кстати много всяких форм у Борилла появились но вот не знаю во всех магазинах нет дикси у нас нет дикси к сожалению нет они есть только видимо в больших каких-то магазинах ну вот это единственное что у меня лечение тут еще и сама сами стали врачих они ничего не сказала поэтому хотим попасть еще к другому врачу сами стали дышать начитались в интернете что иногда горло еще болит из-за того что оно высушивается при этом при этой болезни так скажем поэтому вот у нас есть натрий хлорид там написано что физраствор можно не полоскать рот а дышать именно иммобулайзером у меня иммобулайзер есть сегодня утром я уже отдышал действительно мне кажется от него немножко полегче потому что он увлажняет горло кстати очень хорошая штука если есть возможность правда мне ее подарила подарила юля когда-то давно давно очень давно когда мы с ней еще дружили так скажем она ее на день рождения подарила еще посмеялся грачок агруб поставлю сюда на палочку чё говорю как пенсионеру даришь такие подарки а потом понял что реально с моим горлом это необходимая штука то есть там она и на батарейках можно ставить в зависимости от ценовой категории мне можно вот хотя брать батарейки вставляешь вот сюда пальцы пальчиковые и насадку например там какую-то ставишь там и здесь их раз вот это основная получается там есть для носа и для рта вот такая штука ямаска ну есть естественно 220 вольт дышать очень хорошая штука иммобилайзер это не вот такая знаете не горячим воздухом греть она очень хорошо помогает даже просто если физраствором либо дышать например минеральной водой минеральной водой вот тут самостоятельно стали лечиться вот такой штукой все это значит далее ну как скажем тогда назначать сами себе сам себе никуда не поехали сегодня значит будет время для своих дел для лечения отпросился сегодня с работы поэтому буду заниматься собой своим лечением наши руки не для скуки возможно что-нибудь придумаю еще приготовить возможно просто буду лежать по вашей рекомендации просто в теплой кровати с чаем очень люблю черный чай или зеленый чай с молоком не знаю любите или нет вообще говорят очень дурная привычка кушать и смотреть телевизор он потом вызывает зависимость когда просто хочешь посмотреть телевизор тебе сразу хочется что-то пожрать как вы считаете есть у вас такой или нет я стал замечать что иногда вечером уже вроде как поел сыто пьяно и и хочется еще у меня такой сегодня дикий завтрак прямо совсем мужской завтрак холостяка не похожи на меня сыр тут у меня остатки ну нормальный он такой сыр плавленый вкусный нашли блинчик вместо хлеба чай с молоком банка горошка яйцо гречка с яйцом в микроволновке сделал блин легче было просто пожарить на сковородке потому что настолько долго ой ну вилка это чистая сейчас просто перемешал не вчера не вчерашнее не вчерашнее написали мне там король мук банков спасибо большое да какой господи король мук банков у нас короли другие им чаще везет и кстати вот в этом про это и говорил тоже даже вот каких-то мелочах вот мне вроде бы неплохой контент да вроде бы все аккуратно снимаю людям нравится но больше людям нравится всегда говорил рассмотреть как толстый мужик какает неприлично в туалетах пробует сядет он или не сядет в туалет на самолете либо в каком-то поезде как он там душ принимает либо матершиницы какие-нибудь видимо таким людям нравится когда их посылают я люблю жидкое яйцо не знаю как вы я люблю чтобы оно такое прямо было совсем прямо чуть-чуть прихватившееся особенно желток не люблю яйца как делают например в Турции вообще бывает конечно по настроению с мятку крутую ладно все-таки не мог банк я с банки ем почему потому что это сегодня я съем целый день а Паша это не кстати невкусный такой был такой вкусный горошек мясного сейчас ем опять жесткий невкусный горошек вообще кстати очень часто стали встречаться горошки ужасные те фирмы которые хорошие были часто попадаются что говно ну куда-то в суп брошу а вы кушаете перед телевизором или это я такой один что стараетесь все-таки не есть есть и ничего не смотреть или тоже перед телевизором точите о кушать м м м м м м